МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Извините, что заставил вас ждать. Встреча с акционерами несколько затянулась. Ну так что привело ко мне такого очаровательного полицейского? Ваши отношения с Серкиной и Софьей Олеговной. Все-то вы знаете. Мои отношения с Софьей давно закончились. Почему? Потому что я женат. Это ваше расставание было таким бурным, что она сошла с ума? Да, ей нелегко это далось, но я сделал то, что должен был сделать. Что вы должны были сделать? Сохранить семью. Извините, я очень занят, как видите. Вижу. Ладно, не буду отвлекать. Всего доброго. И вам. Ладно. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и где этот ваш цыганенок? Этот уже целый час вроде. Ну откуда я знаю? В прошлый раз он здесь, возле этих рядов вертелся. А сейчас, может он вообще уехал куда-то? Жданин Глазов, это в ваших интересах найти его. Да я понимаю. О, вон он! Мальчик, постой там. Стой. Подожди! Эй! Водно, ты смотри, не учили! О, спокойно! Простите, дяденька, больно! Не больно, не ври, я аккуратно. Как тебя зовут? Лешка, пустите. Лешка, скажи, ты этому гражданину продавал козу? Какая еще коза? Я не знаю никакой козы. Э, парень, ты чего? Ты же сам подошел ко мне и предложил купить козу. Не было такого. Дяденька, врет он все. Ах ты подлец! Спокойно, спокойно. Я свидетель, я все видела. Я еще такая подумала, откуда у Лешки коза? Он украл ее, а вы куда смотрели? Как вы могли купить козу у этого? Ну, не крал я козу. Мне Рустам приказала продать. А кто такой Рустам? Лохотронщик, возле железной дороги людей дурит. Я уже три билета купил. Дядь, а ты обманщик. Полей отсюда, мальчик. А то уши надерут. Давай, чтоб больше не видел тебя здесь. Здравствуйте. Вращайте барабан. А у вас разрешительные документы на лотерейку имеются? А ты кто такой? Дома забыл. А что такое? Я лотерейки никого покупать не заставляю. Ты где козу взял? Какую козу? Которую Лешку заставил продать. Войницкого в карты выиграли. Войницкий это кто? А торгаш местный. Коз продает, куровец. Он когда все бабки в карты проиграет, на животных начинает играть. И где мне его найти? А вот прямо пойдете, там его закон. Хорошо. Но если обманул, я тебя из по земле достану. Понял? Лотерейку твою прикрываем. Нехорошо людей обмануть. Хорошо, понял, да. Давай, на связи. Звони, Сочи. Привет. Привет. Что случилось? Провели вскрытие с Софьей. В крови нет никаких медицинских препаратов. Как нет? Степля, я же вчера сказала... Да, что кололись сильно нейролептики. Странно себе это, короче. ПО-КОИН loading. ПО-КОИН Arль是這樣. КОНЕЦ ПО-КОИН Любовь существует. Подожди секунду. Да. Здравствуйте. Я хотела спросить вас о вашей соседке. Софьи Сергиной. Я вас не знаю. Ну да. Меня зовут Кира. А вас? Вера. Вера. Расскажите мне про вашу соседку. Она была хорошая девушка. А что произошло вчера ночью? Снова прилетел орел. И очень больно клюнул меня. А Сойку он не тронул. Что? Сойку он любил. Сойку он любил. Кира, пойдем в главврач и послушаем, что он скажет. Сойку он очень сильно любил. О, молодой человек, я вижу, козочками интересуетесь. Ну, скорее, происхождением вот этой козы. Я вижу, вы разбираетесь. Это козы горьковской породы, они очень умные. Я лейтенант Новиков, полиция города Мавки. Дело в том, что поступило заявление о краже этих коз. Какая кража? Я их купил, три штуки, одну продал. Купили, хорошо. А у кого их купили? У Михалыча. Михалыч, качай трещать. Тобой тут из полиции интересуются. Гражданин, подожди, секунду. Можно вас? Это по поводу тех трех козочек, которых ты мне давечу продал. Вот, объясняйся теперь. Как вы спросите? Дражин, моя фамилия. Гражданин Дражин, скажите, пожалуйста, где вы взяли этих коз, которых вы продали гражданину Войницкому? Ну, так это, я их купил, дня четыре назад. Купили, да? Да, хорошо. У кого вы купили? Ну, этого, как его фермера, ну, Самордаков, вот, по-своему. Кто? Ну, серьезно? Ну, конечно. Ну, я же его хорошо знаю, хозяйство его хорошо знает. Подожди, то есть Самордаков вам лично продал этих коз? Вернее, его сын. Но по согласованию с папашей. Что такое? Да ничего. О, я прошу прощения. Ну что, все прояснилось? Да нет, как раз наоборот, еще больше запуталось. Извините. Как-то в крови не обнаружено никаких лекарств. А вы понимаете, это какая-то ошибка. Тихая ошибка. У нас нет оснований не верить нашему эксперту. Я не знаю, что сказать. У меня нет никаких объяснений. Подождите. Хотя одно есть. Возможно, лекарства, которые были предназначены больной, воровал погибшего санитара. Потому что это очень большие деньги. Несколько лет назад у нас уже был подобный случай. Хорошо. Мы очень рады, что помогли нам разобраться в этой непростой ситуации. Да. А напомните, как фамилия погибшего санитара? Василий Орлов. Орлов? Да. А соседку погибшей Софьи как зовут? Вера Леник. А в чем дело? Ни в чем. Адрес Василия Орлова, будьте любезны. Да. Одну минутку. До свидания. До свидания. Что-то случилось? Классно, руководитель Таня спрашивает, почему ее на уроке не было. А где она была? Весна. В одной очень далекой стране жила самая красивая в мире принцесса. По крайней мере, так считай. Трубки не бьет. Алло, это я. А где Таня? В школе. Ты сама ее отвела в школу? Нет, но она уже взрослая, сказала, что справится сама. Подожди, а что, ее там нет? Нет. Послушай, что ты за мать, если ты не знаешь, где твоя дочь? Найди ее быстро. Я сейчас ее найду. Принц, зажмурившись от страха, сделал шаг вперед и поднял свой меч. Если ты сейчас занят будешь, я справлюсь сама. Не, не, не надо. Сейчас. Кирилл Андреевич. Спасибо. А я вот в мужикозный шел. Да плевать мне на них. И вот в меня жена ушла. Сочувствуй. Я во всем виноват. Совсем двинулся на почве этих проклятых коз. Вы знаете, я Голю впервые на сцене увидел и сразу врубился. Ходил на все ее спектакли, засыпал ее букетами роз и сумел добиться добиться ее внимания к себе. а теперь потерял. Кирилл Андреевич, у вас точно нет сына? Да нет. Дело в том, что они не пропали. Их продали. Их купил перекупщик Дражин. И он утверждает, что их продал ваш сын. Нет у нас с Гулей никакого сына. И, наверное, никогда уже не будет. Нам казалось, он в кого-то влюбился. В кого? Не знаем. Я как-то спрашивал. Васька отшутился. Скрытным был. Доктор Стюфляев считает, что ваш сынок воровать лекарства, предназначенные больным. Вы сами посудите. Если он лекарства воровал, зачем ему тот кредит? Какой кредит? Машину поменять хотел. Не успел. Вот она во дворе стоит. У вас запасные ключи есть? Есть. А что? Можно мы осмотрим машину? Конечно. Смотрите. Нам скрывать нечего. Олег Николаевич, будьте любезны, подойдите, пожалуйста. О, все готово к срочному отъезду. Серкина Софья Олеговна. Теперь понятно, в кого был влюблен Орлов. Орел Веру клюнуло, а Софью не тронуло. Получается, что Орлов перестал колоть лекарства Соня, потому что понял, что она в них не нуждается. А значит, в больнице ее удерживали не потому, что она больна, а потому, что кто-то хотел убрать ее с глаз долой. Если он помог ей бежать, значит, не она его убила, а тот другой. Давай-ка поговорим еще раз с соседкой по палате. Алло, что случилось? Ты еще спрашиваешь? Бегом домой. Олег, я дозвонилась Тане. Да, она уже идет домой. Хорошо. Ладно, давай, пока. Фух. Слушай, ну ее можно понять. Он работает в Чузе. Вынужден жить, бознавиде. Детей у них с мужем не было. Хотя знаешь, самое смешное, что все думают, что у них есть сын, которого прячет муж. Так. Лень. Гуляй-ка. Все не говоришь? Ага. Анжела, слушаю. Может, поужинаем сегодня вместе? Тебе удобно? Так. Конечно, удобно. Какой адрес? Давай в ресторане Мавки в 18.00. Так. Ресторан Мавки. В 18.00. Конечно, я буду. До встречи. Да. А с этим что делать будешь? Сейчас. Алло, здравствуйте. Это Иван Новиков из полиции. Слушаю вас. У меня появились сведения, которые касаются вашего мужа. Скажите, вам удобно встретиться сегодня около ресторана Мавки? Хорошо. Во сколько? В пол шестого. Хорошо, я буду. Отлично. Ну вот. А если они... не... Ну чего, я же сказал на полчаса раньше. А если Гуля вдруг опоздает? Ну чего она опоздает? Не опоздает. Ого, господи. Добрый день. Добрый. У вас возникли еще вопросы ко мне? Нет, не к вам. Нам нужно поговорить с Верой Линник, соседкой Софьей. Угу. Ну что ж, прошу, пожалуйста. Спасибо. Правда, не понимаю, чем следствием может помочь наша пациентка. Должен предупредить, у нее бывают приступы. Здравствуйте, Вера. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, что произошло вчера ночью? Гордый орел хотел украсть красавицу Сойку и увезти ее к морю. Но ему помешал злой коршун. Орел рассердился и клюнул коршуна в шею. И тогда коршун убил орла! Держивляй сюда! Он всех забирает в свое гнездо! Держи. Спасения нет! Доктор! Нет, спасения из этого нет! Вы этого хотели? Я вас предупреждал. Не убавить приступы. Все хорошо. Орел клюнул коршуна в шею. Водолазка Черенков он... Ты что, Черенков? Ты решила, что он коршун потому, что он крючковатый нос? Нет, потому что под водолазкой он по-любому что-то скрывает. Его же в шею клюнули. Годи-ка. Да. Алло, Анжел. Слушай, а на теле санитары этого были другие биоматериалы? Да, под ногтями. Отдала их на экспертизу. Да? Хорошо, спасибо. Слушай, неплохая версия. Давай-ка проверим. Мам, я дома. Где ты была? В школе. Почему ты не берешь трубку? Нас просят отключать звук на телефонах, чтобы не отключить. Так, хватит мне врать. Тебя не было ни в какой школе. Куда ты собралась? Папа на меня никогда не кричал. Папа тебя разбаловал. Иди сюда. Добрый день. Добрый день. Шею покажите. Что? Шею покажите. Откуда у вас эти синяки? У нас произошел конфликт с санитаром Орловым. Он набросился на меня с кулаками, начал душить. Когда это произошло? За сутки до его гибели. А можно ваш телефончик? Зачем? Затем. Телефончик можно? Из-за чего произошел конфликт? Орлов узнал, что по моему приказу его лишили премии. то есть он накинулся на вас из-за премии? Вы знаете, этот Орлов, он был довольно неуравновешенный. Он же бывший боксер, а у них очень часто они все дома. А в ночь убийства вы спали? Как убитый. Видимо, начальству вы звонили во сне. Что ты хотел? Извините, это я вам написала. Здравствуйте. Простите, а что здесь происходит? Вы присаживайтесь. Поговорим? Скажите, зачем вам звонил доктор Черенков в ночь убийства Орлова? Мне никто не звонил. Может быть, пытался дозвониться, но не дозвонился. Михаил Иванович. Да? Может, хватит юлить? Ваш разговор в ту ночь длился более пяти минут. Это вы называете недозвониться? Ладно. Хорошо, господа. Как лучше в детективах. Я расскажу, как все произошло. Вы, Черенков, услышали, как Софья Орлов пытается бежать. Захотели их остановить. Но Орлов начал вас душить. И вы воспользовались электрошокером. Вы. Все верно? Ребята, у меня для вас есть предложение. Кто первый признается, могу скостить срок. Обещаю. Хорошо. Я готов сделать признание. Все было именно так, как вы сказали. Что случилось с Софьей? Орлов заранее открыл окно для победы. Софья вырвалась от меня и выпрыгнула в это окно. Ну что ж, вам придется проехать с нами. Господа. Хорошо. Алло. Привет. Я так понимаю, ты уже нашел с кем поужинать, да? Анжела, это не то, что ты подумала, ну. А вот в чем-то. Кажется, я вас очень подвела. Извините, глупо все получилось. Это точно. Там муж ваш места себе не находит. Закус волнуется. Нет, из-за того, что вас могут посадить. За мошенничество. Я вас не понимаю. Не понимаете? Нет. Вы работали в Тюзе в спектакле «Вождь краснокожих», да? Но там не было ни одной женской роли. Зато там была роль мальчика Джонни. Вот в этом костюме вы их и похитили. Да, это правда. Я надевала этот костюм, когда Кирилл уезжал в город по делам. И вот в один прекрасный день ко мне пришла эта безумная идея. Скажите, а что со мной будет? Следуйте за мной. Малышка, ну прости меня. Сырешь? Я просто очень-то не волновалась с тобой. Тань, я не должна была за тебя кричать. Ну просто пообещай мне, что ты никогда больше не будешь врать, пожалуйста. Тань. Тань, ну прости меня. Обещаю. Теперь ты все знаешь. Если не сможешь меня простить, я пойму. да это ты меня прости. Я выглядел полным психом. Если честно, да. Слушай, мне последние не так часто говорят о том, что у нас с тобой есть сын, что я задумался. Давай сделаем ребеночка. Давай. Что это? Движение по счету Черенкова. Ничего себе. И все переводы от физлиц. Пойдем-ка спросим, за что такая благотворительность. Это добровольное пожертвование родственников некоторых больных. То есть взятки. Хорошо. Называйте это взятками. можете меня судить и за это. Переживайте, суд решит, за что вас судить. За что взятки платили? За приятные бонусы. Кто-то просил обеспечить любимую бабушку ресторанным питанием, кто-то палату люкс. Разные было. Черенков в ряд. Да. Надо выяснить, кто именно переводил им деньги. И поговорить с этими людьми. Сейчас сделаю запрос банк. Сидишь же сама. А ты куда? Танюша, спектакль опоздала. Да, конечно. Спасибо. Ксюш, привет, это Надя. Слушай, у нас тут все немного переигралось. мы встречаемся не вечером, а через час. Ты сможешь подойти? Да, конечно. А куда? Кафе Альпы. Помнишь, где это? Конечно, помню. Вся моя буруная молодость прошла в этом кафе. Ну все, договорились. Не опаздывай, до встречи. Привет, папа. Привет, дочка. Я уже в зале. Я тебя вижу. Где мама? Мама? Ну сейчас, она будет в скорую. Займи им место. Хорошо. Удачи вам. Спасибо. Все, приготовьтесь. Танечка, ты готова? Смотри, весь спектакль на тебе держится. Давай. Давай, пошли, пошли. уже подготовили все бумаги. Вот, пожалуйста. Спасибо. пожалуйста, спасибо. 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 Здорово. Я обижаюсь на маму дочь, но я думаю, у него была уважительная причина. Я просто забыла. Ну, может, и забыла. Ты же не напомнила ей с утра, что у тебя спектакль? Тебя я тоже не напоминала, но ты же не забыла. Потому что у меня телефон отключен. Ты что-нибудь хочешь еще? Не хочу. А этот, голуболик Березин, каким был ботаником, таким остался. Он признался, что до сих пор сохнет-то мне. Да ладно, а ты что? А я ему сказала, знаешь что, я даже не знаю, чем я буду больше любоваться в постели, дорогой, твоей лысинами, твоим животом. Таня! А спектакль сегодня был? Таня, подожди. Таня, прости меня, пожалуйста, у меня совсем вылетело из головы. Таня, ну подожди. Таня, доченька, милая, ну прости меня. Ну что, ну, так получилось. Детка, просто в кафе не было связи, и я не могла тебе позвонить. Таня. Ну, я понимаю, мне нет оправдания. Таню, скажи хоть что-нибудь. Мне правда очень жаль, что вообще-то не получилось. Ну, ну, прости тебя. Попадутся немного, прости-то. Дело не в этом. Потому что ты был прав. Я на самом деле плохая моя. Перестань. Ну, не перебивай меня. Мне кажется, всем будет лучше, если я вернусь в столицу. Мне там комфортнее, и у меня там больше возможностей для роста. Ты же мне будешь разрешать видеться с Таней? Конечно. Конечно. Спасибо. Софья попала в ту клинику из-за вас? Тебе иногда такой бред приходит в голову. Ты уверен, что можешь занимать пост генерального директора? Не надо мне угрожать. Хоть раз в жизни просто скажите правду. Я-то уверен, что тебе нужна эта правда. А еще запомни. Запомни, если мне хоть раз еще придется разгребать за тобой дерьмо, я тебя в этом дерьме своими руками утоплю. Ты понял? Добрый день. Извините, что без приглашения. В чем дело? Я занят. У нас к вам срочный разговор. Полиция. Гражданин Донской. Мы хотим поговорить по поводу смерти Софьи Сергиной. Софья Сергина находилась в психиатрической клинике. Вы перевели крупную сумму на личный счет одного из врачей. Поясните. Ну, это очень просто. Служащая моего банка, причем очень хорошая служащая, заболела. Я захотел, чтобы она быстрее выздоровела и вернулась к своей работе. Что еще? Очень, очень щедрый работодатель. Это просто как-то слабо верится, что пусть даже из-за хорошего сотрудника вы будете переводить такие крупные суммы. Милая девушка. Я могу себе позволить заботиться о своих служащих. Еще вопросы? Спасибо. Больше не будем вас задерживать. Всего хорошего. Извините. Мы можем поговорить? Да, конечно. Если нужно, мне здесь, в кабинет. Пройдемте? Пожалуйста. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Дело в том, что Донской мой тесть. Из свой банк я создал на его средства. И вот, когда год тому назад к нам устроилась на работу Софья, я... Я влюбился. А как же жена? Наши семейные отношения с Маргаритой – это чистая формальность. Мы появляемся на разных приемах. На этом все. А что Софья? Она ответила вам взаимностью? Не сразу. Но где-то через полгода мы начали встречаться. Через какое-то время Маргарита об этом узнала. Пожаловалась отцу. Тот устроил мне скандал и потребовал разорвать отношения с Софьей. И вы согласились? И отказался. А что Донской? А Донской подозрительно легко от меня отстал. Но Софья очень изменилась. Она стала раздражительной, да и злой. А через месяц попала в эту клинику. Старания ими Донского? Возможно. Мне кажется, ее стали целенаправленно сводить с ума. Может быть, даже давать какие-то препараты. Понимаете? Как вы думаете, кто это мог делать? Я не знаю. А близкие подруги были? Гладно. Она, кажется, и привела Софью в банк. Олег Николаевич, можно вас? Спасибо. Всего хорошего. Полиция, освободите помещение. Инга, вы останьтесь. Вы зачем Сергину до психиатрической клиники довели? Что вы такое говорите? У нас есть показания Черенкова, исчерпывающие против вас. Поскольку Сергина мертва, вы становитесь соучастницей убийства. Как вам такие перспективы? Да я вам клянусь. Я не знала, что он за таблетки мне давал. Как вы это делали? Подспала в кофе. Зачем вы это делали? Это Донской меня заставил. Он пригрозил увольнением. А если я соглашусь, то повысит меня. Ну поймите, он сказал, что с Софьей ничего плохого не случится. Очень слабая попытка, Инга. Это ведь вы привели ее в этот банк. И она очень быстро пошла на повышение. А вы нет. Да потому что она спалась, директор. Нет, сейчас с таком она начала встречаться четыре месяца назад. А карьерный рост начался гораздо раньше. Так что вы придумали себе очень слабое оправдание для мести. Собирайтесь, вы задержаны. Снова вы пришли меня арестовывать? Пока задержана только Инга Полякова. Она, кстати, дала показания против вас. Что скажете на это? Я думаю, что вы меня поймете. Что я должен понять? Я просто хотел защитить свою дочь. Она боялась и волновалась, что этот кобель ее бросит. Я встретился с Софьей и предложил ей денег. Предложил, чтобы она уехала из нашего города навсегда. Она отказалась. Любовь у них, видите ли. Но я отец и должен защитить свою семью. Я попросил, чтобы она не передавала наш разговор Шостакову. Она пообещала. А как вы вышли на клинику Стюфлеева? Ну, он клиент моего банка. Я давно слышал, что он помогает людям в решении проблем с родственниками. Встретились, поговорили. Он сказал, что все дела идут через его доктора Черенкова. Мы свели этого Черенкова с Ингой напрямую, и они все сделали как надо. Угу. Вы же понимаете, что вашему адвокату придется очень сильно попотеть, чтобы отмазать вас от обвинения в предумышленном убийстве. За те деньги, что я ему плачу, он не только потеть. С него три шкуры слезть должны. А моя совесть чиста. Я не хотел, чтобы Софья умирала. Понятно. Дадите показания против Стюфлеева? Да. Вот, пожалуйста. Добрый денечек. Что вас интересует на этот раз? Отмените все препараты больным. Я не понимаю, на каком основании. На том основании, что вы подозреваетесь в насильственном удержании пациентов. Даже так? Даже так. Ну что ж, а я этот бред просто так не оставлю. У меня есть связи, а вам очень не повезет. Ну хорошо, звоните, звоните. А у нас есть показания Донскова против вас. Найдутся и другие. И будете продолжать свою лечебную практику в тюремном лазарете вместе с доктором Черенковым. Лучше я поговорю с Теней Ловко. Кира, какая неожиданность. Чаю? Гражданин Шинкар, скажите нам, зачем вы переводили деньги доктору Черенкову из психиатрической клиники Стюфляева? В этой клинике лежит моя гражданская жена, Вера Линик. Но я не понимаю, что за то. За что именно вы платили? За то, чтобы ее хорошо лечили. Она тяжело больна. Вы же понимаете, что если вы врете, у вас будут большие проблемы. Вы меня в чем-то обвиняете? Да? Пока нет. Между собой разберитесь. У меня много дел. Ты думаешь, он врет? Да, конечно, врет. Он платил, чтобы Веру насильно держали в этой клинике. Но она выглядела действительно больной. Как и Софья. Софья тоже была не больна. Ее пичкали лекарствами, чтобы не довести до нужного состояния. С Верой то же самое делали. Значит, надо с ней встретиться и поговорить. Значит, надо встретиться. Здравствуйте. Простите, но на сегодня посещение больных окончено. Здравствуйте. Полиция города Мавки. Нам нужно срочно увидеть Веру Леник. Минутку. А ее забрали родственники. Как забрали? А ее забрали родственники. Продолжение следует...